Так, ну что, ребят, всем привет! Экстренное включение по поводу Dogecoin. Многие спрашивали, что же по нему делать. Ну, ответ простой. Кто хочет более подробно, смотрите ролик. Короче, фиксируйтесь. Фиксируйтесь на текущем этапе, кто в плюсе. Я крайне рекомендую выходить, ну, как минимум, 90% позиции, а то и всей позиции. Вот, как мы видим, у нас, получается, пошел уже пик хайпа вокруг Dogecoin. Как мы видим, интереса никакого не было за последние 7 дней. Тут хопа достигает соточки, да, 29-го числа. Как раз-таки, обычно на пике вся толпа и заходит. И, как мы видим, последний день, вот у нас 28-го там и так далее. Вот сейчас у нас самые пиковые отметки. Все же смотрят, что же там по Dogecoin. Вот даже за 30 дней, если взять, как мы видим, были относительно, ну, как, популярность сохранялась, как мы видим. Но сейчас, 25 октября, нам показывают, что якобы вот пиковые отметки. Если посмотреть здесь, вот даже в 14.00.35, и уже, получается, вечером сейчас популярность снова возросла. Потому что все думают, вот там Binance, Binance у нас поддерживает там Илона Маска и так далее. Илон Маск купил Twitter. Если, допустим, написать тот же Dogecoin, давайте напишем Dogecoin и посмотрим, что по нему. Как мы видим, заинтересованности никакой вообще у людей не было. То есть, если посмотреть на цену, то есть, цена стояла в боковике. Она стояла в боковике с июня месяца по октябрь. То есть, стояла в боковике, считай, полгода. То есть, около 5 месяцев она стояла. Никому нахер не был нужен Dogecoin. В моменте, да, когда были какие-то пампы здесь, то, соответственно, заинтересованность возрастала. Сейчас же заинтересованность на сотки. Вот, и как вы думаете, есть ли смысл здесь? Ну, давайте напишем Dogecoin по-русски даже. Если посмотреть, заинтересованность была 0. Если посмотреть за последний день, что у нас произошло, соответственно, заинтересованность также подросла. Если же даже вот за 90 дней посмотреть, то есть, у нас было 0.00, там 30 что-то, может быть 50. Ну, и потом сейчас на пиковых отметках в сотках. Поэтому, ребят, фиксируйтесь, потому что сейчас пиковые отметки по Google Трендам. Я давал рекомендации в закрытом клубе. Кто хотел, можно было на хаях выйти вот здесь. Я объясняю еще почему. Потому что здесь локальный уровень сопротивления. Как мы видим, мы за него закрепились и выше него пойти не смогли. Плюс у нас идет движение уже 4 дня подряд, как мы видим. Рост. И плюс рост этот произошел на 2.5х. И плюс, я напоминаю, такие же движения у нас заканчивались вот здесь. То есть, такими же большими свечами. Здесь мы нашли мелкие-мелкие-мелкие. И финальная была большая свеча. То есть, давайте даже глянем вот здесь, какая свечка была. Свечка была тоже на 2.5х. Ну, и с расчетом на то, что это медвежка, как мы видим, здесь на 80% поднялись одной свечой. Плюс объемы у нас, как мы видим, пиковые. Да, с утра они были понижены. Но цена у нас была на пике и можно было фиксануться. В принципе, кто хотел выйти и кто сейчас плюсик, кто закупался по вот этим отметкам, я бы выходил бы всей позиции. Лично моя рекомендация, кто хочет холдить до более высоких целей, либо вы держите в долгосрок и вам похер на вот эти мимолетные пампы, то, соответственно, я бы рекомендовал фиксироваться. Может ли пойти рост дальше? Да, может. Но, опять же таки, я бы не жадничал, потому что на медвежьем рынке даже 2-2.5х или ТХ, это уже, как я говорил, хороший хлеб. Кто пожадничает, потом будет жалеть и нарвется на коррекцию. Всем удачи, всем пока.